Оперативная обстановка на Украине на 2 марта полдень. Российские войска взяли город Растянец в Сумской области. Глава региона Дмитрий Живицкий сообщил, что в город вошли три российские колонны военных и полностью его заняли. Уже три дня мусорится видео о подбитых российских тиграх. Но всплыла очень интересная фотография, сделанная сразу после боестолкновения. На них вы на переднем плане видите уничтоженный украинский БТР-4Е, который не показывает видео. Сами тигры не уничтожены, а брошены. Скорее всего, не попало в камеру тяжелое украинское вооружение, которому легкобронированные тигры противостоять не могут. При столкновении с ними был уничтожен украинский БТР, после чего наши ребята вышли из боя. Балаклейский район Харьковской области контролируется российскими войсками. Также СБУ сообщило о высадке в Харькове российского десанта, до того, как перестало существовать. Идет бой за военный госпиталь. По обнаруженной украинской технике работают ВКС. Нанесен удар по административному зданию СБУ Харьковской области. В Мелитополе, который уже под Россией, постепенно нормализуется ситуация. На улицах уже работают патрули из местных, которые борются с мародерами. Войны нет, обстрелов нет. Войска ДНР зашли на окраины Мариуполя. В городе достаточное количество украинских националистов. Бои будут серьезными. Еще 34 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР. Пятеро из них находятся в медицинском учреждении. Им оказывается квалифицированная помощь. Украинские службы информационной войны рассылают письма о ложных минированиях. Сегодня такие письма пришли в учебные заведения Сургута. Следственный комитет России возбудил дела о покушении на убийство в связи с артиллерийским обстрелом украинскими военными сел в Крыму и в Белгородской области. Второй раунд переговоров между Россией и Украиной должен состояться сегодня. Однако никакой внятной информации ни по составу, ни по локации времени, а также другим нюансам встречи нет. Курса не намерена присоединяться к санкциям против России, заявил турецкий министр иностранных дел. Президент США назвал украинцам иранцами. «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев», заявил он. Ряд энергетических компаний США призвали Белый дом не вводить санкции против российского урана. Я же призываю наше правительство ввести санкции на экспорт нашего российского урана в США и другие враждебно настроенные страны. Вот такие новости на данный момент. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего. Субтитры создавал DimaTorzok